Привет! В ходе этого урока мы с вами познакомимся с более профессиональной работой и научимся работать с таким файлом, как Dockerfile. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. До этого момента мы с вами постоянно с докером работаем исключительно через терминал, и мы даже как-то не смогли особо прочувствовать, на что же способен сам по себе докер. В этом уроке мы с вами уже будем работать не просто с терминалом, мы будем создавать свой полноценный проект, и здесь же в этот проект мы поместим определенный образ, ну и соответственно вместе с образом мы поместим весь необходимый функционал, поместим определенный язык программирования, и сразу же сможем писать код на основе этого языка программирования. Смотрите, я в ходе этого курса буду использовать такую программу как Visual Studio Code, вы на самом деле можете использовать и другие какие-либо программы, но если вдруг вы все-таки используете Visual Studio Code, то в таком случае рекомендую здесь зайти в расширение и скачать такое расширение, которое так и называется как докер, а также скачать remote containers. Вот эти вот два расширения скачайте и установите их у себя здесь. В таком случае вам будет достаточно легко и удобно работать с докером и его различными контейнерами. Мы на данный момент особо их, эти все плагины использовать не будем, мы же давайте лучше с вами создадим здесь просто некий новый проект, и с этим проектом мы и будем в дальнейшем работать. Итак, мы для начала давайте здесь выберем открыть папку, да, то есть откроем некую папку, я например открою папку загрузки, здесь создам некую папку, что будет называться project, ее создаю и ее же здесь открываю. Ну и в этой же папке я буду уже прописывать все необходимые мне файлики. Смотрите, до этого момента мы с вами постоянно прописывали различные команды только через терминал, то есть там мы скачивали различные образы, создавали контейнеры и все в таком духе. Сейчас же я предлагаю создать новый файл, поэтому давайте это сразу и сделаем. И этот файл обязательно должен называться именно как докер файл, то есть первый символ в верхнем регистре, потом все в нижнем регистре и никакого расширения у этого файла не должно быть. То есть просто докер файл. Теперь далее в этом файлике мы должны прописать какой-либо код. И конечно же весь этот код вы в будущем уже запомните, но поначалу его можно не запоминать, так как весь этот код, который нам будет нужен, он представлен на странице с документацией, на страницах с теми образами, которые нас будут интересовать. То есть вот давайте мы сейчас зайдем с вами, допустим, на ту же самую страницу OpenGDK. Вот она. И здесь мы с вами можем заметить код для как раз файлика докер файл. То есть вот этот по сути весь код. Я предлагаю весь этот код не копировать, лучше мы давайте его сами пропишем, так лучше запоминается. Ну и примерно весь вот этот вот код в других образах он будет таким же самым. То есть вы будете просто подключать какие-либо другие образы, уже не OpenGDK и, например, не версию 11, а какие-либо другие образы с другими версиями. Ну а сами эти команды from, copy, workdir, run и cmd, они будут примерно схожими. Ну и сейчас мы с ними более детально познакомимся. Итак, давайте это все лучше вручную будем прописывать. Для начала мы прописываем команду from. То есть за счет этой команды мы указываем, с какого образа мы будем брать всю информацию. В моем случае я работаю с OpenGDK, поэтому здесь это и указываю. Также вы можете указать версию, например, версию latest, да, то есть это будет последняя версия, или же можете какую-то определенную версию, там, например, 11, 13, 15, 14 и так дальше, да, то есть можете определенную версию. Если не указать двоеточие, то опять же будет скачена просто последняя доступная версия. Давайте вот так мы и поступим. Версию просто не указываю, последняя доступная будет как раз и скачиваться. Далее мы указываем команду copy. Эта команда, она говорит, какие файлы из текущего нашего проекта мы будем копировать в Docker Image, то бишь в наш вот этот вот образ. Смотрите, все мои будущие файлы, которые я буду создавать в проекте, они у меня будут находиться прямиком вот здесь же, где и находится Docker файл. А поскольку они будут находиться там же, где и Docker файл, то я могу поставить просто точку. Тем самым я говорю, что из этой же папки мы будем брать и копировать полностью все файлы. Если бы я все свои файлы хранил в отдельной какой-то папке, то в таком случае я бы эту папку здесь и указал. Там, например, как папка App или папка Java. Ну и, соответственно, из нее я бы брал абсолютно все данные. Но они у меня будут находиться в этой же директории, поэтому просто ставлю здесь точку. Далее мне необходимо указать, в какую папку в самом образе мы будем все это помещать. И здесь вы можете указать, по сути, любую папку. Можете указать слэш, можете указать точку. В таком случае это вы в корень как бы вашего образа это все будете помещать. Я же, например, буду помещать это все в папку Java. Ну, допустим, пускай будет так. Дополнительно здесь же мы можем еще создать одну вещь. Это WorkDir. И WorkDir это как бы рабочая директория. По сути, вы можете указать точно ту же самую папку, которую вот здесь я и прописал. То бишь, я говорю, что мы копируем полностью все файлы. Все эти файлы, они будут находиться здесь же, где и Docker файл. Мы их будем помещать в папку Java. Эта папка будет создана в самом образе. И, соответственно, WorkDir, то есть рабочая директория, она как раз и будет папка Java. Ну, получается, как бы в этой вот папке будут находиться все те файлы, что необходимо будет выполнить при помощи нашего образа. Вот такая здесь идет логика. Потому что как бы сами по себе те файлы, что вот здесь будут находиться, они не смогут выполниться, если они не будут связаны с нужным образом. Ну, и здесь мы как раз вот эту вот связку и сделали. То есть мы сказали, что в определенную папку мы туда это будем помещать. И с этой же папкой мы и работаем. Следующее, что нам необходимо сделать, так это нам необходимо прописать команду Run. Команда Run, она позволяет нам выполнить определенное действие при первоначальном запуске самого контейнера. И здесь мы должны с вами выполнить команду, которая называется javac-main-java. Почему мы такую команду с вами прописываем? Дело в том, что javac, он расшифровывается как java-compiler. И, соответственно, javac это та команда, которая позволяет нам просто запустить определенный файл. В нашем случае я буду запускать файл, что будет называться main.java. Именно этот файл я чуть позже здесь создам, именно в нем я пропишу код, ну и, соответственно, его и будем запускать. Дополнительно мне нужно здесь еще прописать команду command. И command, он уже будет выполняться каждый раз при запуске контейнера. То есть, смотрите, Run, он выполняется один раз при запуске, при создании вообще самого этого образа. А command, он выполняется каждый раз при запуске контейнера. Другими словами, Run выполняется один раз, command выполняется каждый раз, когда запускаем сам наш проект. И здесь все, что мне необходимо сделать, так это указать то, что я буду запускать наш вот этот основной файл. Ну и смотрите, при запуске всего проекта первый раз мы вообще как бы компилируем весь вот этот наш файл main.java. А при запуске, а при каждом разе, когда мы будем запускать сам наш контейнер, сам наш проект, мы будем с вами выполнять команду java main. И здесь я не попросту прописал так java, main. Дело в том, что если бы ваша команда выглядела, ну допустим, вот таким вот образом, сам пробел, сам, то в таком случае вам здесь и нужно было бы прописать сам и как бы сам. То есть суть здесь команды заключается в том, что вы не прописываете здесь полностью всю команду по типу java main, да, а вы просто прописываете первое слово, пробел удаляете, а потом прописываете второе слово. То есть в моем случае у меня выполнится команда java main. Если бы эту команду я прописал в терминале, она бы выглядела так, но вот здесь она конкретно прописывается вот в таком ключе, как будто это массив из строк, да. Вот такая здесь идет логика. Ну и далее мы давайте возможно создадим сразу с вами файл, этот файл будет называться main.java. И сюда я помещу просто определенный код, это самый банальный код, вы можете его переписать, то есть здесь у меня есть просто класс main, есть основной метод и здесь все, что я делаю, так это я просто вывожу на экран запись hello world. Ну в принципе пока этого будет вполне себе достаточно. Теперь что я хочу сделать? Я хочу создать наш образ. Дело в том, что да, у меня уже есть здесь образ, он называется opengdk, я как бы его беру, но этот образ, его функционала для меня недостаточно, я хочу его расширить и я его расширяю следующим действием. То есть я как бы в этот образ дополнительно дописываю те файлы, с которыми я буду работать и как бы говорю, что эти файлы я должен запускать, да. То есть конкретно один файл main.java я его и буду запускать. Вот это я дополняю сам этот наш образ. Чтобы нам все это как бы собрать, нам необходимо открыть терминал, поэтому мы это здесь и прописываем. Открываем терминал, также давайте сразу его очищем. И здесь мы прописываем следующую команду. Docker, дальше build. Команда build позволяет нам построить проект, построить сам по себе образ. И здесь же мы должны просто указать как бы путь к нашему файлу Dockerfile. Поскольку сам Dockerfile находится в основной нашей папке, в папке project, здесь у меня тоже открыта именно эта папка. То я просто указываю точку, тем самым говорю, что именно в этой же директории, в этой папке находится Dockerfile. Ну и можем нажать на enter. После этого у меня происходит процесс построения самого этого образа. Также давайте я это тут все очищу. Ну и теперь мы давайте здесь пропишем Docker images. И мы с вами сможем заметить следующее. Смотрите, у меня по сути был создан новый образ. То есть смотрите, вот OpenGDK, Docker Getting Started, а также Ubuntu мы их с вами все устанавливали. Но сейчас я дополнительно еще создал новый образ. Здесь указано то, что нет репозитория. Ранее мы все образы брали из Docker Hub. То есть у нас был действительно репозиторий. Сейчас же его нет. Также здесь у меня не указана никакая версия. Но я действительно не указывал при построении образа, не указывал никаких версий. Единственное, что здесь указано, так это ID самого этого нашего образа. Указано, когда он был создан 7 секунд назад. И указан его размер. Причем видите, его размер и размер OpenGDK, они совпадают. Что вполне логично, потому что мы особо много информации в этот наш новый образ не забросили. Всего лишь плюс один небольшой файл. Ну и, конечно, он никакого веса нам не добавил. Мы же давайте с вами, возможно, на данный момент, давайте даже сделаем так. Мы, ну давайте еще раз пропишу эту же команду, Docker Images. Мы давайте, возможно, удалим сам этот образ. Просто по той причине, что мы еще кое-что допишем внутрь Docker файла и потом еще раз создадим этот образ. Чтобы удалить какой-либо образ, мы с вами прописываем Docker Image, дальше RM, то есть Remove, и указываем ID нужного образа. Ну и нажимаем Enter. После этого сам этот образ удаляется. И давайте еще раз пропишем Images. И вы замечаете, что видите, у нас тут только всего лишь три есть образа. Наш, который я создавал, он попросту удалился. Теперь же все-таки вернемся обратно к файлику Docker File. И я здесь бы хотел дописать еще одну команду, она называется Expose. За счет этой команды мы можем указать порт, и как раз позже по этому порту мы сможем запустить страничку в браузере, и там же будут показываться все результаты. Я, по сути, хочу как раз такое и получить, поэтому давайте мы это сделаем. Кстати говоря, все эти команды вы на самом-то деле можете записывать в хаотичном порядке. Я их записываю в определенном каком-то порядке, вы их в будущем можете записывать и в другом порядке, оно также будет работать. Так вот, смотрите, здесь мы указываем какой-либо порт. На самом-то деле порт вы можете указать какой угодно. Вот, например, ранее мы уже работали с портом 80, то есть когда мы использовали с вами изображение Docker Getting Started, там был порт 80. Но давайте мы уже что-то другое попробуем использовать. Давайте мы, возможно, пропишем порт 8001. Ну, к примеру, вот такой, пускай у меня будет порт. Опять же, можно использовать разные порты. Теперь, после того, как я дописал здесь порт, мы давайте сделаем абсолютно точно то же самое. То есть мы прописываем Docker Build и указываем, где у нас находится Docker File. Дальше у нас происходит создание самого нашего изображения. Да, дальше это мы все очищаем. И теперь еще раз, возможно, давайте мы пропишем Docker Images. Мы опять же замечаем, что вот у нас есть новый наш образ. И мы его как раз теперь попробуем с вами и запустить. Дабы его запустить, мы прописываем команду Docker Run. Дальше мы указываем ID. Опять же, мы могли при создании образа указать для него, в принципе, какое-то определенное название. В таком случае вот здесь это бы название прописывалось. Ну, я название никакого не указал. В принципе, по ID тоже очень легко можно все это запускать. Так, мы так с вами и делаем. И здесь единственное, чтобы оно все еще запустилось, нам необходимо указать опцию P. Давайте мы ее даже, возможно, вот здесь лучше пропишем в начале. И за счет этой опции мы с вами указываем как бы соединение портов. Смотрите, сперва мы указываем, какой порт будет использоваться у нас на локальном компьютере. И этот порт, он может отличаться от того порта, который вот здесь у нас прописан. То есть, например, я могу указать, что мы здесь будем использовать, например, порт 3001. Ну, к примеру, да. Давайте, возможно, даже так и оставим. И дополнительно я указываю, с каким портом внутри самого приложения мы соединяемся. Мы соединяемся с портом 8001. Вот такая у нас здесь будет идти схема. Также это все можно запустить в интерактивном режиме. Можно запустить это все в опции Detach, да, чтобы оно запускалось, ну, как бы на заднем фоне. Ну, давайте мы это пока дописывать ничего не будем. Ну, и, конечно же, у нас получается ошибка, которую, по сути, я создал сам. Дело в том, что я вот здесь прописал пакет. Прописал его как com.itproger. И раз уж я его уже прописал, то нужно было и создать здесь папки, папку com и также папку itproger. И в нее поместить уже файл main.java. Мы давайте с вами, наверное, все лучше упростим. Я пока закомментирую сам по себе этот пакет. Ну, и сейчас нам нужно будет просто пересобрать сам весь наш проект. Поэтому мы давайте лучше это все повторим. То есть мы прописываем здесь docker image. Дальше мы указываем rm. И, в принципе, удаляем само изображение. После этого мы прописываем с вами docker build. Также указываем точку. Дальше у нас происходит сбор всего необходимого. И сразу же давайте мы пропишем с вами еще команду docker image. Так, извиняюсь, не docker image, а нам нужна команда docker images. Да, вот такая команда. И мы видим, что... Так, видимо, я, короче, напортачил и не удалил предыдущее изображение. Ну да ладно, его можно всегда удалить еще через приложение. Видимо, допустил просто ошибку в самой команде. В любом случае, мы давайте теперь пропишем еще раз нашу команду. То есть это docker run port, дальше 3001, 8001. И далее мы просто указываем ID нужного нам изображения. Да, вот в моем случае это вот это. Ну и нажимаем enter. После чего мы замечаем, что теперь у нас все обрабатывается корректно. Видите, здесь было выведено hello world. То есть у нас действительно этот файл, он обработался. По итогу он просто выводит hello world. У нас такое и произошло. Ну и что круто, так это то, что мы по сути запустили язык Java на компьютере. И при этом даже если у вас нет на компьютере установленного Java, оно все равно у вас все будет работать. То есть docker, он позволил нам просто скачать, причем в очень простом и быстром формате скачать необходимый образ. В этом образе было уже Java. И далее мы просто на основе этого образа запустили наш файл. В будущем это может быть не просто один файл, это может быть огромный полноценный проект, написанный на Java. Ну и мы точно так же его сможем при помощи этих команд подобавлять и спокойно сможем его запустить, что очень и очень даже удобно. Точно такие же операции вы можете проделывать и с любыми другими языками программирования. Это может быть PHP, Python, Node.js, это могут быть различные движки по типу WordPress, Laravel и так далее. То есть все современные технологии, по сути они могут запускаться через Docker и процесс очень прост. Получили изображение, ну или другими словами, получили образ. На основе этого образа, вернее внутрь этого образа вы запихнули различные файлы, которые должны выполниться. Запустили этот образ, запустили контейнер и вот получили результат. Если нужно передать проект кому-либо, то в таком случае вы быстренько, во-первых, можете отправить весь ваш проект вот в таком виде, во-вторых, вы сможете это все выгрузить на Docker Hub, об этом у меня еще будет видео и вы посмотрите, как это можно делать. Ну и в принципе вы просто вот передаете этот проект, он запускает проект при помощи команды Docker Run, а дальше команда, например, там Docker Start для запуска контейнера, ну или даже Docker Run хватит в принципе этой команды. И все, и он тут же видит результат. Ничего не нужно ему будет настраивать, будь это заказчик, будь это начальник, друг или кто угодно. Достаточно круто и достаточно удобно. И еще один момент буквально по поводу порта. Здесь на самом-то деле нам не удастся запустить это все при помощи порта, просто по той причине, что это все-таки OpenGDK, ну и в OpenGDK там нету сервера настроенного, поэтому это все не запускается. В то же время, если вы установите, например, какой-то другой пакет по типу там Node.js, или там MyScale, или PHP язык, или что-то в этом духе, то в таком случае, конечно же, оно там все будет запускаться с сервером, и вот эти вот все Expose, а также вот эта вот настройка P-порт, оно все будет работать. В моем случае у меня просто не запускается эта страница Localhost 3001, так как в OpenGDK нет сервера. Конечно же, вы по факту можете дописать еще один образ, например, сервера Nginx или сервера Apache, это можно сделать, но для этого нужно изучить еще одну технологию, она называется Docker Compose, и об этой технологии мы уже поговорим чуть позже. Ну что же, надеюсь, видео вам понравилось. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все, до скорых встреч, пока!